В тангенте самого, там у тебя какой микрофон? Может быть нажимаешь тангенту, там что-то отваливается. Именно контакт тангента. И в общем, ну потряси, потряси, песок высыпи с него, ничего страшного. А скажи, дорогой, как ты меня отчуешь вот здесь, в SSB? Приём, приём. Так, ну, приём сейчас до 9 баллов. Разборчивость хорошая очень даже. У меня, наверное, RG45 для разъёма микрофона был так себе куплен. Я его сейчас пошевелил и, в принципе, всё нормально стало, более-менее. А, ясно. Ну посмотри, немножко я убавил усиление. Смотри, вот так немножко убавил усиление. Алена, может, конечно, пикфактор упал. Вот так чуть-чуть убавил. А оно там всё изменилось? Нет, приём, приём. Упало до 7 баллов, но сначала подскочило до 9 плюс 20 почему-то. Ясно. Так, подожди. Ну ладно, я имею в виду, ничего не меняется. Вот это мне покажи. Есть какой-нибудь шум там за спиной? Что-то такое, знаешь, шипение, какая-то лишняя перемодуляция. Такой вот белый шум на твоём трансе. Вот что-то лишнее есть. Какой-нибудь призвук именно за моей спиной на микрофоне. Приём. По-моему, нет. Ну, я так себе акустик, скажем так. Кроме эфирных шумов ничего не слышу. Голос разве что немного металлический, но это я, скорее всего, просто от SSB ядвык. Да, принято. Ясно. Всё, 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 тёска. А ты попробуй, у тебя есть расстроечка плавная? Должна быть плавная расстроечка. Попробуй чуть-чуть покрути влево вправо. Плюс-минус. Нажми на кнопочку вот эту самую. Кнопочка лифт. Так, у меня тут, по-моему, подстройка ПЧ есть. Сдвиг фильтра. Ну и сама плавная настройка, не знаю. Я её кручу где-то герц на 300, по-моему. Даже на 30. Да, на 30 герц. По-моему, встал чуть ниже на 30 герц. Вроде так, более естественно, но не факт. Принято. Ну, в общем, ясно. В общем, немножко надо ещё там тебя покрутить. Всё, всё, принято. Принято, тёска. Ну, я тебя вижу. Сейчас вот 1-2 балла. 1-2 балла меняется. Я понял тебя. 10 ватт, да? Передажам ты на приём. Да, у меня сейчас 10 ватт. Ну, Icon my C703, я ошибся, а не 706. И диполь у меня где-то точка запитки в метре от стены, а углы вообще напрямую к стене приколочены. Принято, принято. Ясно. Ну, я знаю, где там уже Сибирь, такой тоже закоримил. И давно уже в эфире. Что интересно слышал, что у вас там прохождение, как с Нового года, какие там районы работают, приём? Вот я на Сибирь вообще не заходил. Меня понесло в СДР. Я умудрился послушать спутники пиратские садком. Умудрился послушать инмарсат. Сейчас поставил Ubuntu с декодерами для декодинга Iridium спутниковой связи телефонной. Вот жду, когда мне усилитель приедет для антенны, потому что не хватает усиления. И ХакРФ купил себе. Это СДР-трансивер такой маломощный, ну, скорее для экспериментов. Он до 6 ГГц тянет. Слушал радиолюбительский спутник ЕС Хейл. Приём. Понял, понял, ясно. В общем-то там, на стороне, ясно, ясно. Ну, виду я тебе, а ты всё успеваешь там. А ты мне скажи вот на Сибирь, на Сибирь, что интересное поскакивало. Нет, приём. Ну, я же говорю, практически не заходил сюда. Правда, я где-то с неделю назад слушал на СДР, вот на свистке как раз, в китайском ТВ-тюнере. Слышал какой-то странный разговор, вроде прохождения нет. Там какой-то прапор рассказывал про то, как он где-то бухал. И, в общем, этот разговор так на спектре внезапно появился из ниоткуда. Повисел и пропал. Тема явно не дальнобойная. Из местных вряд ли кто стал бы разговаривать. И по шумам, вроде как, это такое странное прохождение. И как будто из одной единственной точки было, и всё. Ясно. Ясно. Но ты, когда на приём переходишь, говори, приём, потому что пропадает, и на поле похождения хуже. А я ещё знаю, что... Попробуй немножко микрофончик подальше, буквально вот сантиметра, потому что ты в него забываешь вот такой призыв. Немножко эффект такой микрофона, такой пшик-пшик-пшик, и вот это вот накладывается. И немножко... Мне очень нравится, оно что на уши, на уши ложится. Попробуй чуть подальше микрофончик. Я вообще тебе надо хорошую гарнитуру, приём, приём. Да, ну это дэмшевские приколы. Я просто смотрю на амперметр, у меня тут вместо индикатора, как он колеблется. И чтобы прокачать, скажем так, на уровне шумов, стараясь поближе его держать, надо менять всё-таки. У меня электриты даже лежат какие-то. Надо напечатать под них, посмотреть схему на иком этого порта, и перепаять под них. Но что-то пока руки не доходят. Вот всё по спутникам и по прочей дребедени. Приём. Ну это не особо автономно. А, я ещё делал один зимой, ну, в общем, меня понесло попаять. Я делал там несколько устройств прямого преобразования. Сделал один трансивер, такой размером с пачкой сигарет, с выходом где-то в полватта. В общем, двухполосный трансивер, то есть прямое преобразование. Но я сделал как? У меня цепить от антенны до смесителя не переключается вообще. Я, скажем так, усиливаю низкочастотный сигнал, и вот один ватт низкой частоты подаю на этот смеситель. У меня там два полевика хитро включены, так что у них диоды навстречу друг к другу. И это всё работает на приём и на передачу. Ну, экспериментальщина чистая, конечно, но где-то, по-моему, до ватта в пике выдавало это всё. От 7 вольт работает. На 7 мегагерц приём. А, ясно, ясно, ясно. Может, там выкладывай где-нибудь всё это дело в интернете, чтобы народ смотрел. Вот, а то там я уже смотрю целую склад аппаратуры, это там напаял уже. А, ясно, молодец, молодец. Ну что, тёска, спасибо, спасибо, что с утра подошёл, спасибо за беседу. Рад был тебя слышать, в новом году. Кстати, тебя с новым годом. Вот, и самый тёплый берегов, не Волги 73. Ю, услышимся, день длинный, пока-пока. Ну, я на YouTube выкладываю всякую ерунду. Кстати, да, с китайским ТВ-тюнером нашёл программку, с помощью которой можно и изображение с монитора считывать. То есть, он радиопомехи генерирует, и программа анализирует помехи и восстанавливает картинку. Ну, я тоже это на YouTube выкладывал, там короткие такие ролики. Ну, да, пока. Пока, услышимся наверняка, раз уж посреди зимы тут такое творится. До новых встреч, удачи, спасибо за связь. Понял, тоже по мониторю пока, что творится. Пока.